Я люблю, конечно, спорт. Я бы хотел, чтобы это стало, наверное, моим основным источником дохода. Но в данный момент это не так. Когда мы начали здесь общаться, я понял, что я вообще не знаю английского языка. Вот у меня через дорогу есть два русских фон из него. Ты заходишь, и там наши продавщицы стоят. Товары на русском. Даже доширак есть. Его здесь люди любят, знают, потому что он такой дружный. Я бы сказал, даже немножко отморозок. Хочу провести бой с легендой. Какой нахрен моряк попасть? Но мне кажется, что у Дмитрия шансов больше, чем у вас. Друзья, всем привет. Меня зовут Влад Усачев. А тема разговора сегодня такова, что в ночь на 28 апреля на турнире Байерк Накл состоится бой на голых кулаках в среднем весе. Его участниками станут Евгений Курданов и Джулиан Лейн. Как ни странно, разговариваем сегодня с Евгением Курдановым. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. И все, кто нас слушает. Евгений, вот между двумя боями Байерк Накл получилась очень большая пауза. А чем она, собственно говоря, вызвана? Мы обживались, так сказать, знаете, прошел бой, я его проиграл. Да, проиграл сильнейшему бойцу в организации и, возможно, в мире. Мой соперник, кстати, после нашего боя забрал титул. Почему большая пауза? Ну, нужно было пожить, подумать над жизнью, так сказать, над своей. Обжиться. У меня же ребенок родился здесь, в Штатах. И за это время, пока у меня был простой, родился второй. Так что у меня 2023 год. У меня был простой в боях. Но у меня родился ребенок, поэтому я считаю этот год счастливый. И теперь можно приступить к продолжению карьеры. Поздравляю вас с рождением ребенка. Большое, конечно, событие и счастливое в семье. Спасибо. Спасибо. А так, новая страна. Обживаемся. Уже обжились. Все, я готов как бы стабильно, регулярно теперь выходить в рейнг. Какой диалог за это время сложился с руководством Бэйр Кнакл? Часто ли бои предлагают, помогают ли иными способами? Они периодически предлагают свою помощь, не давят лично на меня, не требуют от меня каких-то сроков и так далее. Мы с ними условились. Я лично с президентом лиги после боя. Он меня похвалил, Дэвид Феллман, и он вообще такой отзывчивый. Мы с ним переписываемся периодически. То есть он спрашивает, как у меня дела, упрашивал в течение года, когда я буду готов. Но я пока не разобрался с жизненными обстоятельствами. Я был объективно оценил, что я сейчас не готов приступать. В течение года была подготовка. Потом, когда я был уже готов драться, в прошлом году я планировал, что я буду драться где-то в ноябре. И я потом узнал, что у нас премьерный план народа в ноябре-декабре. Ну и все, естественно, я отменил подготовку, так сказать, к бою. И пришлось уже дождаться ребенка, а потом уже приступить, так сказать, к подготовке. С организацией хорошие взаимоотношения, и вот я им сказал, все, я готов драться, хочу драться в Лос-Анджелес, как раз здесь турнир, они сказали, без проблем, все, сделали бой, сразу выслали контракт, без всяких длительных ожиданий. Мой менеджер Артем Харланов делает свою работу, у нас хороший диалог с BKFC, у меня лично, у моего менеджера, то есть даже не на что пожаловаться. А как за прошедший год, не имея никаких поединков, сами зарабатывали себе на жизнь, тем более в новой стране? Ну, у меня нету ставки только на спорт, я также всесторонне, по-разному развиваюсь, я занимаюсь тренерством, у меня есть некоторые инвестиции. Я люблю, конечно, спорт, я бы хотел, чтобы это стало, наверное, моим основным источником дохода, но в данный момент это не так. Но если, допустим, хороший доход приносит тренерская работа и другие инвестиции, то смысл заниматься спортом, боями, тем более такими кровавыми? Ну, я в данный момент не вижу себя тренером, онлайн-тренером, я себя в этом прямо не вижу в данный момент. Вот временно, пока я был без боев, да, я этим занимался, с удовольствием, но в данный момент все, я все подвинул, идем к боям, все, иду к боям, все остановил. Сейчас только спорт, только единоборство, только личные тренировки, но все двигается в этом направлении, да. А как долго уже находитесь в США, это год или уже больше, то есть как там обжились? Второй год, второй год уже, уже скоро два года будет. Здесь вот очень большой комьюнити наших людей, я лично, ну, я до сих пор удивлен. И все больше людей сюда приезжают, то есть кто-то здесь живет, ну, там, 10-20 лет, кто-то 5. И я удивлен тому, что насколько огромное количество здесь людей наших. То есть я живу в Голливуд, и у меня буквально в пешей доступности парк, который посвящен памяти советским овенам. Да, у меня там ребенок рядом ходит в сад, то есть мы каждый день гуляем в этом парке после садика. Там, наверное, 90% людей, то есть на 100 человек, ну да, где-то 90 человек, там, взрослые с детьми, там, это все, это наши люди русские. Ну, как-то так. А что с английским языком? Выучили его? Вы знаете, однозначно английский язык у меня стал лучше, но, походу, у меня его вообще не было. Я, когда ехал сюда, я был о себе лучшего мнения. Но когда мы начали здесь общаться, я понял, что я вообще не знаю английского языка, и пожалел, что я его не учил и не готовился. Думал, приеду и... Для эксперимента я спрошу. How often do you communicate in English? No, very bad. Вопрос был легкий. Да, да, да. No, my English is not good. I'm speaking very well. Много людей-то так или иначе приезжает. На русском есть ли большая диаспора, которая общается? Конечно, здесь вот у меня через дорогу есть два русских магазина, а потом чуть дальше еще один. Прям ты заходишь, и там наши продавщицы стоят. А, да, да. Да, да, да. Товары на русском языке, там все написано. Там, сель под шубой, там, оливье, там, знаете. Даже ширак есть. Но это прикольно. И самое интересное, что в пяти минутах... Ладно, не в пяти минутах. В восьми минутах пешком от дома начало Аллеи Славы. А это точно Лос-Анджелес, а не Чикотка? Да, да, да. Лос-Анджелес, сто процентов. Я проверял. Ну, тогда давайте уже перейдем к поединку. Соперник Жулиан Лейн. Как его оценить? Это очень крепкий ветеран боев. У него только на кулаках, по-моему, 13 или 14 боев. Этот парень, когда он приехал в Россию, на коротком уведомлении, он подрался с чемпионом хардкора. На коротком уведомлении, без подготовки, с Эльнаром Ишинбаевым, он подрался и провел ровный бой, вообще просто ровный бой. С минимальным преимуществом проиграл. То есть парень без подготовки прилетает. И, ну, там, не знаю, если бы он чуть поднадавил, он бы выиграл этот бой и стал бы чемпионом хардкора. Поэтому это серьезный соперник. Сейчас он готовится к бою. Он ветеран, ему 36 лет. Он боец Бернакл, он боец Беллатор бывший. Он дважды был в сезоне Ultimate Fighter на UFC. Ну, то есть это такой чувак, который здесь вот с самых низов поднялся. Его здесь люди любят, знают, потому что он такой друшный. Я бы сказал, даже немножко отморозок. Посмотрим, да, да. Он очень крепкий, у него нет какой-то школы там любительской, да. И у меня недооценки нет. Вот, как бы, я в своем ритме готовлюсь, тренируюсь. Я понимаю, что в его голову можно сломать плаги. Ну, в общем, у меня есть тактика, и мы будем ее придерживаться. Да, традиционно. Ну, вот, в моем понимании, быть чемпионом хардкора – это не есть некий показатель мастерства. Чемпионом хардкора, как я вот уже за последние полгода видел, в нескольких организациях побили-то. И не сказать, что сильно уж они сопротивлялись. Ну, вот, у Лейна в России, помимо того поединка, были еще два боя. Ну, это с Владом Ковалевым и Владом Туйновым. И вам понятно, почему Лейна сейчас многие могут назвать мешком? Три раза проезжал? Три раза проиграл? Да, это понятно. Опять же, его могут назвать мешком только люди, которые абсолютно не разбираются в единоборствах. Это абсолютно глупый человек может назвать его мешком. Но, если мы берем, как бы, как этот вопрос, и есть люди объективно, он тут говорит, а, вот, мешок, он там старый и так далее. Посмотрите на его бои, как он дерется. Вступление по боксу ни о чем не говорит. И, во-вторых, Влад Туйнов – это топовый боец, топовый спортсмен сейчас, один из сильнейших бойцов в России, который составит конкуренцию любому. То есть, он его вырубил, да. А пару дней до этого у него был бой на кулаках. Вы знаете, как вот бои на кулаках, они вообще отличаются своей динамикой, моторикой и так далее. Вот бокс – это абсолютно другая движуха. А это боец ММА и боец на голых кулаках, то есть, ему в боксе делать нечего. Вот вышел, был нокаутирован. Но самое интересное, знаете, что? В этот вечер – это первый турнир в Калифорнии, в городе Лос-Анджелес, который будет. Калифорния – это самый крутой штат в Америке. Ну, то есть, это самый крутой штат в Америке. Здесь только в этом году легализовали бои на голых кулаках. И в главном бою будет… Сейчас вот в Америке есть определенная такая вот звезда, это Майк Перри. Да. То есть, здесь набирают бои на голых кулаках, набирают обороты. И Майк Перри – это как вот сейчас представитель такой. Он что-то между… Я даже не знаю, как сравнить. Это сейчас, в общем, очень крутой чувак, очень крутой в сегменте спорта, среди вот боксеров там, то есть, среди единоборств. Это такая вот… Он ветеран уже. И вот он как-то вот так, его звезда зажглась. Сейчас он продолжает, короче, сиять. И, в общем, в главном бою будет драться Майк Перри с Тяга Алвесом. Я, Тяга Алвеса, не знаю, кто этот чувак, но он тоже из ММА. То есть, они два из ММА бойца. Они оба дрались с Джулианом Лейном. И Джулиан Лейн им обоим сделал очень серьезную конкуренцию. Он им обоим проиграл, но они его выиграли, ну, с трудом. Вот так. А Майк Перри, считай, он нокаутировал Люка Рокхолда на минуточку, который только закончил контракт с UFC. И следующий бой буквально, ну, не так долго там прошло времени, он не растерял форму. Они вышли с Майком Перри драться, и Майк Перри его нокаутировал, Люка Рокхолда. А Джулиан Лейна ничего не смог с ним сделать. Вот он как бы его выиграл, да, выиграл. Но очень тяжело. Вот такие вот дела. Поэтому, если рассматривать этого соперника, он себя чувствует здесь как в своей тарелке. А я здесь как гость все равно. Так что, я повторюсь, только глупый человек назовет его мешком. Хорошо. Я не могу сказать, что это утверждение не бесспорное, но точку зрения я не слышал. Да, да, да. По моему точку зрения я не настаиваю. Я типа не назову, но каждый может по-своему. Кто вам даст победу над Джулианом Лейном? Да, статус президента рановато, естественно. Но я смотрю в сторону Чеда Мендеса. Я с ним переписывался. Я плане... В духе я тебе голову оторву. Нет, это я тебе голову оторву или какая была... Нет, 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 нет. Я же не отморозок. В духе хочу провести бой с легендой ММО. Ну, то есть в случае успеха вот уже практически заявка к новому сопернику есть. Да, да, да. Я над этим работаю. И это то, что меня заставляет приходить в зал в 8.30 утра, уходить в пол первого. То есть я в зале нахожусь очень большой промежуток времени. Работы много. Я люблю тренироваться. И это заставляет... Я, когда думаю про бой с Чеда Мендесом, я не устаю. Я могу тренироваться и 5 часов, и 6. Успеваю только одежду менять. Мокрую. В связи с прозвищем своим, моряк, и в связи с тем, что американцы любят всякие, так скажем, эпатажные поведения, планируете ли выйти на дуэль взглядов или на другое массовое событие в образе и одежде моряка Папайя, чтобы сразу там захватить внимание? Меня очень... Ну, меня прям бесит, когда мне говорят, что моряк Папай. Какой нахрен моряк Папай? Вообще, если кто это смотрит, ребята... Какой нахрен моряк Папай? Я моряк из Крыма. Поэтому я не моряк Папай. Это оскорбительно. Это просто бульляшный персонаж, а я настоящий. Вот в этом разница. Ну, я в большей степени к тому, что надо как-то публике чужое запоминаться, и вот эпатажное какое-то поведение в любом характере на той же дуэль взглядов, это вот то, что может какие-то просмотры собрать, ну, не какие-то, даже большие, и привлечь очень хорошее внимание. Да, да, согласен, согласен. Я полностью разделяю вот такое мнение, что надо любым появлением, особенно здесь в Америке. Сфера единоборств, она здесь настолько, как сказать, вот, знаете, здесь сфера единоборств не привлекает к себе вообще особо внимания со стороны публики. Ну, то есть это очень, знаете, это где-то по 10%. Типа возьмем бокс ЮФСИМ, это 10% внимания от всей аудитории. Поэтому все-таки главный показатель это здесь, наверное, эпатажность там, да, но если ты не будешь выигрывать, там, эта эпатажность никому не нужна. Я согласен с вами, что хотелось бы, конечно, как-то еще к себе дополнительно привлекать внимание, но все-таки я считаю, что моя задача это здесь в ближайший год нужно провести несколько успешных боев. Но я что-нибудь будет, перформанс какой-то будет, но не сегодня, то есть не ближайший бой. Кто сейчас является главной звездой кулачного спорта в России? В рамках нашей страны, ну, я считаю, что главной звездой являюсь я. Я нахожусь за границей, я первый, кого подписала организация, и я прокладываю путь для остальных бойцов, потому что я общаюсь с разными ребятами, мне очень много спортсменов, бойцов из разных организаций, первые номера и там чемпионы других организаций пишут мне и спрашивают, как попасть. Варяг, помоги попасть в Бернак. Я не буду никого афишировать, но сколько бы ты боев не провел за пределами Бернака, один бой и контракт с этой организацией, он стоит дороже любой карьеры на голых плаках в любом другом месте. И это все понимают. А бойцы будут отрицать, они будут говорить, да, конечно, типа, это все ерунда, нам и тут хорошо, просто из-за невозможности попасть сюда и проводить бои здесь, они будут так говорить. А я думал, вы можете даже на каком-то этапе карьеры жалели, что отправились в США и не выступали, в РСССР, и, как говорят, все хорошо. Однозначно, однозначно, сейчас, вы знаете, вот я очень радуюсь за ребят, что у них сейчас есть возможность зарабатывать хорошие деньги, и то, что организации предлагают бойцам классные контракты, это не может не радовать. Пусть пацаны зарабатывают, да, своими кулаками себе на жизнь и так далее, но вы знаете, покажите мне хоть одного бойца, который вот мы, например, возьмем бойцов ММА, да, потому что это более привычно, которые подписали контракт с UFC. Насколько абсурдно звучит вот этот же вопрос по отношению... Ну, здесь есть такая ситуация, что я не понимаю, например, формул подписания бойцов из России в UFC, то есть некоторые бойцы здесь, которые контракт не получили на хоккей-то попасть, они являются более достойными бойцами, то есть у них выше просто бойцовский класс, чем те, кто туда попадали. В этой связи хвастаться тем, что я там был на зватурках UFC и проиграл несколько боев, вместо того, чтобы здесь стать чемпионом местной лиги, у нас сильная лига ACA, как-то вот мне сомнительно хвастаться тем, что я проиграл несколько боев UFC и меня оттуда выкинули, вместо того, чтобы я здесь стал чемпионом. Вы знаете, дело в том, что все-таки это бои, понимаете, и вы, допустим, можете и не стать чемпионом ACA, то есть вот все может произойти, да, вы можете травмироваться, что-то может пойти не так и так далее, но тем не менее у вас, например, всегда вот есть шанс у себя дома вернуться, да, попробовать еще раз, потом еще раз, вам будут давать шанс все равно, если вы были топовым бойцом когда-то, вам будут давать шанс все равно, все равно вам будут давать шанс за счет вашей узнаваемости предыдущих успехов, но если вы будете, все равно нужно выиграть, рано или поздно выигрывать, правильно? Вы можете 2-3 раза проиграть, Все равно вам не будет шанс А шанс подписаться в Бернакл или в UFC Выпадает не всегда А может выпасть один раз за карьеру А вы можете пытаться, а вас не будут брать Ценности Я ничего не говорю, понимаете? Ни в коем случае не подумайте, что я как-то что-то принижаю где-то Ни в коем случае Просто в душе, внутри, в глубине себя Каждый спортсмен хочет попасть То есть боец ММА, он хочет попасть в UFC Любой боец ММА, он мечтает попасть в UFC Тут и маркетинг, и все это Все играет роль, и картинка, и уровень Всего, да? История и так далее И это не говорит о том, что другие организации плохие Так же и Бернакл Ты можешь тысячу боев где угодно провести Но ты все равно будешь хотеть оказаться именно в том кругу Понял, принято Я это имею в виду, да Я ни в коем случае не принижаю, понимаете? Ни в коем случае Потому что каждая организация, она вклада Она делает вклад Они помогают спортсменам, помогают бойцам То есть бойцы хотят драться, они им дают возможность Платят хорошие деньги, и это все с годами развивается Стало еще сильнее А мнение насчет, как бы, вот, боев Ну, UFC, это UFC, это понятно А сейчас Бернакл, понимаете? Да, все равно сейчас это Самый быстрорастущий спорт в мире Самая быстрорастущая организация в мире Вот так Вы говорили о том, что в Калифорнии недавно были разрешены кулачные бои А вот сейчас оно во всех ли штатах разрешено? И кто вообще это контролирует? Разрешать, не разрешать? Атлетическая комиссия И у каждого штата она своя И здесь каждый штат, он автономный Он не подчиняется Ну, каждый штат, это, по сути, отдельное государство, как оно и есть Мини-государство, да Государство в государстве И здесь всего там в девяти штатах, по-моему, легализованы бои на голых клоках В девяти? Да Не такой большой простор, на самом деле, получается Но главное, есть где хоть девяти Да, смотрите, небольшой простой, да Но возьмем Калифорнию Это экономически одно из самых сильных мест в мире В мире экономически одно из самых сильных мест Поэтому разрешение здесь играет мировую роль А с кем из звезд бокса или ММА вы тренируетесь или тренировались в одном зале в Соединенных Штатах? С большим количеством ребят я встречался С кем-то тренировался Сейчас не буду никого называть, потому что конкретно сейчас И вот последние полгода я занимаюсь своей подготовкой А в прошлом году я с Александром Волковым тренировался Саша крутой мужик Я ему написал И мы с ним целый месяц тренировались Я приезжал к нему на тренировки Мы вместе тренировались Прямо звездки я не могу сказать Но наших спортсменов здесь очень много То есть и Петр Хомаков, и Петр Лепеняец С ними я даже спорниговал А это мировой бокс Олимпийский и мировой бокс Так что здесь всегда можно найти наших И еще до вопроса заключения О боях, так сказать, у меня кулачного спорта Но недавно были объявлены Поэтому грех не спросить Один из них это Бивол Бетербиева 1 июня встретится Два сильнейших российских полутяжа Отожидаете ли здесь что-то вроде Кровавой рубки в стиле Артура Гати Или откушенных ушей в стиле Майка Тайсона? Да, да, ничего такого не будет Будет классный бокс Мое мнение на этот счет Если Артур Бетербиев наряжет Биволу свой бокс Он победит Потому что у него силовой бокс Наверное, Артур Бетербиева невозможно остановить Вот так просто его невозможно остановить Но, как показал опыт Его можно обыграть А это как раз стиль Дмитрия Биволу Поэтому очень интересно, конечно, посмотреть На этот бой У меня никаких прогнозов нет Это я просто то, что сейчас сказал Это очевидные факты вообще Я с нетерпением его жду Посмотрю Но мне кажется, что у Дмитрия Шансов больше, чем у Артура Все-таки Все-таки Это там и молодость на его стороне И такой стиль ведения боя Но посмотрим Посмотрим, как пойдет Неизвестно, да? Это профессиональный бокс Все что угодно может быть И второе объявленное буквально накануне события Александр Шеременко Вот с ним история такая Он 11 мая проведет бой С Куатом Хамитом в Екатеринбурге А уже 1 июня проведет бой В Умске с Кертисом Миландром Я вот подозреваю, что одного и второго соперника Александра Шеременко Вы, может быть, плохо знаете Но вот когда боец за 3 недели собирается провести 2 поединка Означает ли это, что он недооценивает как минимум одного из соперников? А может и двух? Возможно, но... Да нет, вряд ли Александр Шеременко это ветеран Это топовый боец Он все всем давно уже доказал И я думаю, он знает, что он делает 100% Он в обоих этих боях, он фаворит все равно То есть такой боец, как Александр Шеременко, он в любом бою будет фаворит Я не знаю, в какой он форме сейчас находится Я за ним не слежу Но когда я слышу эту фамилию Сразу становится понятно, что это будет какой-то интересный бой Ну, исходя просто от какой-нибудь, не знаю, практики, наблюдений и так далее Если вот у бойца 2 поединка за 3 недели То какова вероятность, что это будет 2 победы, допустим? Высокая и невысокая? Вы бы приняли бы 2 поединка за 3 недели? Даже так, скажем У меня такое было Да? И как было? Да, и один бой я проиграл, один выиграл Но это были бои в разных дисциплинах То есть один был бой по ММА, один бой был на кулаках А повторили бы такой опыт? Возможно, не исключено Посмотрим сейчас вот 27 апреля, посмотрим, как бой сложится Если без травм, то в ближайшее же время, в течение месяца я готов еще раз буду драться Я набрал оптимальную форму сейчас Да, у меня отличный режим И я бы хотел вернуться на боевую календарь Так что, возможно, вы станете свидетелем такого исхода и с моей стороны Ну, тогда пожелаю вам сохранить здоровье, одержать победу, чтобы такой исход и прошел в реальности Победа и уже следующий поединок, ну, летом, думаю, да Совершенно оптимально Да, оптимально, объективно, да Спасибо Спасибо большое за уделенное время Желаю вам вот победы в предстоящем поединке Было приятно поговорить Всего вам хорошего Да, спасибо Взаимно Всего доброго Пока-пока Пока Пока-пока